Здарова, нерды! Во-первых, нас теперь 7 тысяч человек на канале, с чем я себя и поздравляю. Короче, вроде перезапуск прошел успешно. Сегодня я покажу тебе 5 вещей, которые, на мой взгляд, очень неплохо так облегчают, ну, по крайней мере, мне жизнь. Идея проста. Типа, нужно научиться как можно меньше отвлекаться для того, чтобы как можно больше выдавать качественного хорошего кода за единицу времени. Поэтому погнали 5 вещей, которые помогают мне это делать. Первое, и, на мой взгляд, вообще самое важное, это консоль. Я реально очень часто пользуюсь консолью. Ну, смотри, ну, SSH, всякие SSH-туннели, настройка серверов, чтение логов, установка каких-то программ локальных, либо на сервак тот же самый. Всевозможное конфигурирование проксей для SQL-запросов, постгрессия в облако. Для всего этого нужна консоль. Смотри, моя конфигурация для консоли примерно следующая. Терминал iTerm2. Внутри него запускается Z-Shell, который уже вроде как пару версий является стандартным терминалом для MacOSI. И Z-Shell сконфигурен с помощью фреймворка конфигурации OhMyZ-Shell. Давай теперь быстренько разберем, что еще можно выжать из консоли. Смотри, вещь номер один, которую я устанавливаю всегда прям сразу же после того, как возьму ноутбук, это Homebrew. Homebrew — это так называемый менеджер пакетов для MacOSI. Если ты работал когда-нибудь с линуксами, то ты наверняка знаешь, что такое менеджер пакетов. Если не работал, то рассказываю. Ты можешь устанавливать приложение, библиотеки, заголовки, либо что угодно, скачивая все это дело через браузер, а дальше по инструкции все это дело выполняя. А с помощью Homebrew ты можешь все это дело делать просто одной командой. Мало того, Homebrew еще следит за тем, чтобы у тебя эти версии установленных пакетов были всегда актуальны. Едем дальше. HTTP. Вообще, на мой взгляд, это одно из лучших мелких приложений для того, чтобы отправлять запросы на какой-нибудь сервер. HTTP запросы, рестовый, get, post, put, delete на какой-то сервак. Но ты разумно заметишь мне. Погоди, чувак, есть же Postman. Прикол Postman в том, что, ну, во-первых, Postman не в консоли работает, он работает либо в браузере, либо в приложении. Но, мало того, браузерный Postman, за счет того, что он браузерный, запускается где-то на каком-нибудь серваке в каком-нибудь облаке, не может сделать запрос на сервак, который, допустим, у тебя запущен на локальной машине, на локалхост. А с помощью HTTP это сделать можно. Есть Curl, и Curl быстрее работает, чем HTTP. Но Curl, честно, сложнее запомнить всевозможные комбинации команд, атрибутов и так далее для того, чтобы сделать, допустим, пост JSON с какими-то заголовками. В HTTP это делается, ну, то есть реально очень быстро. Если нет, то это гуглится за две минуты. У них суперудобный мануал, в общем, прям топчик. Hyperfine. Это написанное на Rusty маленькое приложение, которое позволяет тебе проводить бенчмарк-тестирование. То есть она делает несколько прогонов той команды, которую ты ей скормишь, и на выходе говорит тебе, вот типа в среднем команда выполняет столько-то миллисекунд, вот с такой-то погрешностью я это понял, получил, узнал. Caffeinate. Это супермаленькая утилитка, которая встроена в любую макось, и она позволяет не давать твоему компьютеру засыпать. Ну, то есть прикинь ситуацию, ты запустил какой-нибудь диплой на какой-нибудь сервах, который длится каких-нибудь 15 минут, и хочешь пойти попить чаю. И для того, чтобы быть уверенным, что пока твой диплой идет, компьютер не уснет, и диплой не прервется, ты можешь в параллельном окошке запустить Caffeinate и спокойно идти наслаждаться чаем, компьютер не уснет. Open. Ну, это, собственно, логично. Команда просто откроет файлик в приложении по умолчанию для этого типа файлов в операционной системе. Less и Grab. Вообще, это суперудобные команды, если ты, допустим, занимаешься чтением логов где-нибудь на сервере. А логи, как правило, длинные, и тебе нужно в них что-то найти. Так вот, с помощью Less ты можешь постранично листать файлик, не открывая его целиком. С помощью Grab ты можешь выполнить поиск по этому файлу и найти строчки, где у тебя есть искомый запрос, искомая подстрочка. PbCopy просто скопирует содержимое консоли в твой буфер обмена. Ну, то есть, если ты ее, допустим, объединишь с выводом файла, то, собственно, тело файла у тебя окажется в твоем буфере обмена, и ты его сможешь скопипастить, куда тебе захочется. Гид. Вообще, возьми себе за привычку, если ты начал какой-то делать новый проект, пусть даже локально, но всегда создавай гид-репозиторий. Просто потому, что зачастую бывают такие моменты, когда тебе нужно вернуться, типа, на пару шагов назад, и без гида сделать это порой бывает, ну, невозможно. Ну, ты столько всего наменял, что реально уже не вспомнишь, что наменял и как откатиться назад. А с помощью гида ты можешь разбивать свою работу на какие-то разумные самодостаточные шаги, делать пусть даже локальные коммиты, я тебе не говорю, что нужно обязательно отправлять на какой-то удаленный гид-репозиторий. Нет, локальные гид-репозитории, локальные коммиты, просто для того, чтобы у тебя была история, и было понятно, в какую сторону ты пошел развивать свой проект. Ну, или свернул не туда, и где, на какой шаг ты сможешь откатиться назад. Ну, и да, про облачный гид, конечно, тоже не забывай. Гид-хаб, гид-лаб в целом по барабану. Я лично пользуюсь гид-хабом просто потому, что мне в нем привлекают две вещи. Ну, во-первых, это комьюнити. Я тебе не говорю о том, что сейчас ты прям выложишь свой опенсорсный проект, и на него набегут тысячи программистов, все будут тебе ставить звезды. Нет, ну, для того, чтобы понимать вообще, чем живет весь мир, куда зашла индустрия программирования, гид-хаб — это достаточно полезный источник для того, чтобы получать эти знания. К примеру, ты можешь в поиске гид-хаб ввести awesome, это целая группа репозиториев, где люди выкладывают ссылочки на всякие крутые библиотеки, проекты для того или иного фреймворка языка, чего угодно. И иногда по вечерам, почитывая awesome, любой awesome репозиторий для твоего интересующего тебя языка, ты сможешь вытащить оттуда какую-нибудь либу, которую с удовольствием, я думаю, завтра заимплементишь, когда наступит очередной рабочий день. Ну и плюс облачные гиды позволяют тебе запускать всевозможные воркфлоуы на каждый, допустим, твой коммит. То есть, к примеру, ты сделал какую-то фичу, у тебя есть написанные тесты, ты делаешь коммит, а гид за тебя прогоняет эти тесты и пишет тебе репорт по, допустим, проценту покрытия тестами твоего кода. Он же у тебя изменился, правильно? Значит, и покрытие тоже изменилось. Ну и да, кстати, возвращаясь к консоли, для гита можно настроить алиасы, то есть набор каких-то предефайн-команд, которые ты для себя настроишь, которыми ты будешь пользоваться для того, чтобы, допустим, в дубочитаемом варианте, в дубочитаемом формате посмотреть историю гид-коммитов. Блокнотик. А лучше два. В качестве настольного блокнотика я пользуюсь Sublime. Он реально суперлегковесный по сравнению с Atom, VSCode или большими какими-то следами разработки. Он запускается за доли секунд, поэтому он у меня настроен как текстовый редактор по умолчанию для написания коммит-месседжей в гите. То есть, когда я делаю гид-коммит, у меня открывается Sublime, в котором я пишу просто комментарий, закрываю и коммит улетел. Killer фич Sublime номер два, на мой взгляд, это поддержка регулярных выражений. То есть, раз примерно в месяц у меня возникает необходимость взять 50 таблиц в постгрессе и прогнать какой-нибудь однотипный запрос по всем этим 50 таблицам. И для того, чтобы собрать этот большой жирный однотипный запрос, с помощью регулярок это сделать прямо очень просто. Для трекинга задачи, написания документации и даже для написания сценариев для того же самого YouTube я пользуюсь Notion. Формулы какие-то примитивные, таблицы, мелкий баз данных, все в нем есть. Поэтому, мне кажется, продукт вообще не нуждается в какой-то еще одной рекламе. Хороший плейлист. Вообще, идея следующая, как можно чаще научиться ловить волну. Ну, волну — это то состояние, когда ты сел, начал делать какую-то фичу, моргнул два раза, смотришь на часы, прошло три часа, и фича написана. И ты даже не заметил, как это произошло. Вот это называется волна, потоковым, по-разному многие называют. И для того, чтобы в него нырнуть как можно меньшими силами, тебе нужно отключиться вообще от всего, как можно меньше внешних раздражителей. И разные люди достигают этого состояния вообще абсолютно разными способами. Например, у меня есть знакомый, у которого в Open Space в офисе стоят два монитора, и на втором мониторе постоянно крутятся опенинги для аниме. Есть еще один чувак, который постоянно ходит в наушниках с активным шумодавом. Ну, чтобы ты понял, в наушниках ничего не играть, там просто постоянно включен активный шумодав, и все, полная тишина. Короче, каждый упорывается, чем может, и я лично упорываюсь по музыке. И, например, вчера я знакомился с Дик Андерграундом, с Кримой, с Польшей. Сегодня не знаю, с чем буду знакомиться, посмотрим. Но веду я к тому, что научись как-то изолироваться, наполнять свою голову каким-то белым шумом, чтобы исключить любые отвлечения. Лично я тебе посоветую начать с очень классной подборочки лоу-фай хип-хопа на ютубе, ссылочку я кину обязательно в описании. Это, наверное, один из лучших мировых признанных способов как-то сконцентрироваться на своей задаче и не отвлекаться ни на что другое, кроме выполнения этой самой задачи. Ну и последнее — среда разработки. Заметьте, я вообще ни копейки не получаю от JetBrains, просто так исторически сложилось, что, ну, я действительно пользуюсь, наверное, практически всеми их продуктами, начиная от Android Studio и заканчивая C-лайном для того же самого Rust. Вообще идея сводится к тому, чтобы найти ту среду разработки, которая не потребует у тебя много времени на ее изучение, с одной стороны, будет работать хорошо с другой стороны, и с третьей стороны ты быстро сможешь запомнить себе хоткей. Потому что, честно, реально вся работа строится на хоткей. Все какие-то быстрые движения, быстрые действия, которые ты чаще всего выполняешь, будь это форматирование кода, запуск тестов, все делается на хоткеях. И чем быстрее ты освоишь хоткей абсолютно любой среды разработки, не обязательно JetBrains, то тем будет тебе удобнее, проще и быстрее. Меньше ты будешь рафликаться, и больше ты будешь находиться в состоянии волны, потока, что угодно называть, как хочешь. Я, честно, пытался пользоваться VS Code, но вот не зашло, вот не могу и все. Я пытался пользоваться Veeam, но из Veeam надо выходить как-то, и этого, к сожалению, наверное, никто не знает. JetBrains прям вот норм. Лет уже, наверное, 10, я сижу на пакете JetBrains и доволен вообще абсолютно всем. Особенно после того, как они буквально месяц назад обновили UI, прям вообще конфетка стала. Если несколько раз подряд нажать Shift, то у тебя откроется текстовый диалог, в котором ты можешь ввести, что тебе хочется, и это, что тебе хочется, выполнится. Допустим, ты хочешь включить режим презентации, просто пишешь Enter Presentation Mode, и он включается. Хочешь его выключить, пишешь Exit Presentation Mode, и он выключается. Хочешь запустить тесты с покрытием Run With Coverage. Это прям суперудобная штука, если ты не можешь вот так прям сходу заполнить все комбинации. Запомни, три раза Shift, и пишешь то, что тебе нужно. Ну вот, пожалуй, и все. Я тебе рассказал про пять крутых вещей, без которых моя жизнь как программиста была бы очень тугой. Лайки, подписки туда. Всем спасибо, вы крутые. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok